Дневники в древней мудрости Принадлежал он маленькой девочке, звали ее Таня Савичева Изначально этот дневник хранился в нашем музее Но дело в том, что когда в 1953 году музей ликвидировали, то многие предметы передавали в ведомство других музеев И сейчас этот дневник можно увидеть в особняке Румянцева на английской набережной В этом здании располагается филиал музея истории города Либо копию на Пискаровском мебелиале можно увидеть Итак, мы с вами увидели символы блокированного голода А теперь увидим один символ той войны, которую фашисты затеяли против Советского Союза Наш с вами путь будет открывать фашистский предмет Чтобы разобраться на каком таком основании он здесь стоит, нам придется начать издалека Великая Отечественная война для Советского Союза начинается внезапно В 4 часа утра 22 июля 1941 года фашисты вторгаются на территорию Советского Союза Они захватывают территорию своего противника быстро Стратегию соответствующую они разработали Блицкрип, с немецкого переведем, молниеносная война Следуя этой стратегии, необходима танковая дивизия, забрасывая глубоко в тыл противника Вместе с танками использовали мотоциклы Мотоцикл в первую очередь использовался для разведки территории Маневренные, на нем можно везде пройдет Этот немецкий мотоцикл-цулдат принадлежал советскому солдату Звали его Николай Исхом Дело в том, что Николай Исхомов уничтожил фашиста, который управлял этим мотоциклом А затем гранатный подъем грузовика фашиста Естественно, его не только наградили Немецкий мотоцикл Николаю Исхомову оставили в качестве военного трофея Наш герой проходит войну, благополучно возвращается к себе на родину, на Смоленскую землю И там дает второй шанс на существование этому предмету В 40 лет Николай Исхомов использует немецкий мотоцикл-цулдат для сельскохозяйственных целей А именно вспахивает Смоленскую землю, как трактор он использовал этот мотоцикл Просто так у него техника не стояла После смерти Николая Исхомова его старший внук Станислав узнал о том, что да, есть такой музей Который посвящен блокаде из Смоленской области на этом мотоцикле Приезжает сюда и дарит его нашему музею Поэтому он здесь полноправно стоит А позади мотоцикла стоит военная форма Дело в том, что в фашистские войска входили не только немцы Первая форма, которая сказкой наверху Она принадлежала немецкому солдату Посередине стоит финский солдат И позади финны стоит представитель испанской синей или голубой дивизии Дивизию так назвали, потому что если мы посмотрим на воротник Он синего цвета в качестве знака отличия А наш путь с вами продолжается Мы наступаем на стеклянный пол и внимательно смотрим себе под ноги Под ногами у нас с вами дорога войны Пытались показать поле боя Предметы мы здесь с вами видим самые разнообразные Остатки оружия, гильзы, каски Там даже где-то жестяная кружка валяется Предметы, по которым мы с вами буквально идем Они все были привезены с раскопок А сама земля была доставлена сюда с Невского пятачок Итак, нам понадобится с вами первая витрина Как только новость о том, что война прозвучала Открываются призывные пункты Мужчины идут на фронт А женщин, детей, пожилых людей нужно отправить в эвакуацию Эвакуировали не только мирное население Из города вывозят цеха с тяжелой оборонной продукцией А также музейные ценности Все это требовалось сохранить Памятники, их в городе много Они тяжелые, их далеко не увезешь Их стали снимать с постаментов И закапывать прямо в парках, садах и скверах А некоторые памятники укрывали вот такими деревянными коробами На фотографии на земляной насыпи бочка такая стоит Под этой бочкой прячется памятник Владимиру Ильичу Ленину Который стоит напротив Финляндского вокзала Недалеко от нас Таким же способом был укрыт, например, всем известный медный всадник И памятник Крылову, который стоит в Летнем саду Всего лишь три памятника не закапывали и не убирали во время блокады Памятник Кутузову, Барклаю де Толи и Суворову Три великие полководца В качестве поднятия боевого духа Шпили и палат церквей стали покрывать специальной краской Такую краску обычно используют для того, чтобы военные корабли красить Почему все блестящее закрашивают? Чтобы фашистам было сложно сориентироваться по городским доминантам Линия фронта проходит очень близко к городу Примерно 16 километров на юг от здания Зимнего дворца А от Кировского завода всего лишь 4 километра Только вот если шпиль Петропавловского собора или купола Сахирского собора можно покрыть такой краской То со шпилем Адмиралтейства так поступить нельзя Шпиль Адмиралтейства покрыт очень тонкими пластинами сусального золота И такую поверхность травмироваться с химикатами Запрещено За один вечер изготавливаем специальство защитное чехол из мешкатель В основном в ряды бойцов входили женщины, девушки, подростки Что же они делали? Они боролись с бомбами Ну это совсем простым языком Например, вот с такими маленькими серыми Одна лежит в витрине Кажется совсем безобидной Но с неба такие серые бомбы летели кассетами Примерно по 100 штук за один раз пробивали крышу здания Поджигали деревянные перекрытия на чердаках А температура горения у такой бомбы примерно 2500 градусов Бомбу назвали зажигательная Ее бойцы МПВО должны были максимально быстро тушить А как? Существуют для этого два самых примитивных способа Либо водой, как показано на плакате, либо песком Если вдруг под рукой нет ни воды, ни песка То такую бомбу, как правило, сбрасывали с крыши во двор или на улицу Не только маленькие зажигательные бомбы летели с неба Разрушение приносили вот такие большие серые фугасные бомбы Вот это весит 250 килограмм А максимум с неба могло лететь 2,5 тонны Если такая бомба падала на здание, то она проламывала его от крыши до основания И сразу происходил взрыв, все разлеталось на кусочки Бывало по-другому Бомба упала, а взрыва не произошло Не потому, что она какая-то некачественная Дело в том, что в некоторые фугасные бомбы фашисты прятали механизм замедленного действия Бомба срабатывала через какое-то время Например, взрыв мог произойти ровно в тот момент, когда люди после авианалета наверх поднимаются Да, ни о чем плохом не думают Происходит взрыв, и, к сожалению, все погибают Рядом лежит осколок Точно от такой же бомбы, от фугасной, только она весила 500 килограмм Из-за частых авианалетов и артиллерийских обстрелов в городе возрастает количество травм Значит, помощь врачей нужна не только на линии фронта В Ленинграде они также необходимы Правда, в городе медикам придется столкнуться не только с травмами Здесь была очень страшная болезнь, вылечить ее сложно А причина этой болезни – голод Нас ждут четыре не очень приятные фотографии вот в этой витрине Болезнь эта называется алиментарная дистрофия Позже ее назовут ленинградская болезнь Дело в том, что до периода блокады мир еще не сталкивался с таким количеством жертв этого заболевания Поэтому болезнь так назвали На фотографиях подростки Дело в том, что подросткам во время блокады было сложно выжить Организм растет и требует достаточного количества еды, витаминов для правильного роста и развития А этого в городе нет, он заблокирован со всех сторон, чисто физически Нет, куда этого всего взять Подростки могли сгореть, как спички, прямо на глазах Вообще, если мы продолжим говорить об этом заболевании, то оно имеет три стадии На первой стадии у человека пропадает жировой слой При обыкновенном похудении остается человек вполне дееспособным Со второй стадии начинаются проблемы Появляется мышечная усталость, сбивается гормональный фон, у кого-то резко стареет лицо Различные кишечные заболевания Цинга, витаминоз, туберкулез, водянка Вот первую и вторую стадии вылечить можно Врач, как младенца, откармливает своего пациента Это совсем простым языком А что значит, как младенца? Еда должна быть в маленьких частых порциях, желательно в протертом виде, как пюре Нельзя сразу, к сожалению, накормить такого больного полноценного объекта Итак, в витрине две фотографии, они так и подписаны Футбольный матч в блокадном Ленинграде Если быть совсем точными, то 31 мая 1942 год Блокада еще в таком, в самом разгаре Она закончится в январе 1944 года А зачем футбольный матч? Дело в том, что фашисты стали распространять слухи о том, что в Ленинграде все почти умерли У них же голод страшный, да? И там остались только солдаты По такой логике фашисты смогут со дня на день в Ленинград войти И дальше продвигать свои войска Нет, не тут-то было, отдали приказ устраивать футбольный матч Время и место, естественно, до последнего было строго засекречено Чтобы не было внезапного авианалета Также матч по радио транслировался в Москву Чтобы руководство страны было в курсе происходящего Играла две команды Первая команда Динамо Она тогда состояла из сотрудников милиции НКВД Вторая команда Ленинградского металлического завода Вот они играют, а во время матча мысль одна Не упасть Сил нет, а доказывать всем, что сил очень много нужно Выигрывает тогда, конечно же, команда Динамо Только это совсем не важно По той простой причине, что награждают и команду победителей, и команду проигравшего По воспоминаниям одного из футболистов Если дословно Это была самая вкусная овсяная каша в нашей жизни Поставили запас продовольствия в блокированный город То есть сварили очень жидкую кашицу на воде Накормили игроков, восполнили их силы Вопрос, а как же продовольствие появлялось в блокированном городе Если да, он был взят в кольцо, все дороги отрезаны Нашли способ, это Ладожское озеро Где проходила всем известная дорога жизни В сезон навигации по озеру курсировали корабли Тянули за собой баржи с грузом Либо людей вывозили в эвакуацию А когда установился хороший крепкий мороз То по льду проложили полноценную трассу Наша дорога сейчас начнет меняться Из поля боевых действий Она начнет превращаться в лед Потому что мы с вами выходим на ледовую дорогу жизни Подходите сюда Ну про шахматы тоже скажите Все мы знаем, что по ледовой трассе Курсировали вот такие грузовички ГАЗ-АА А в простонародье полутору Полуторку, потому что одна машина Полторы тонны груза Может перевезти Но на максимум никогда не загружали такой автомобиль Обычно закладывали 3-4 мешка с продовольствием Ну чтобы не было лишнего давления на лед И тут мы с вами в нашей инсталляции видим Что всего лишь 4 мешочка лежит А кто же выполнял такую важную миссию А вот он, водитель полуторки Мы с вами видим, что человек очень тепло одет Работать приходится в очень тяжелых климатических условиях Мороз опускается почти до минус 30 Постоянный ледяной ветер Все-таки открытое пространство Рядом проходит линия фронта На совсем опасных участках Сискабины, да Чтобы в случае необходимости Спасти свою жизнь Если мы присмотримся, то увидим Что у нашего водителя рукавицы На руках теплые А у рукавицы не два отсека, как мы это привыкли видеть А три Для того, чтобы Что? Указательный палец был И указательный палец от начала Чтобы стрелять Водитель должен был быть вооружен обязательным Голод в Ленинграде дошел до предела И стали призывать водителей делать как можно больше рейсов Не один, а два, три, а то и четыре рейса А один рейс это 120 километров, 10 часов пути А город снабжать надо Стали выдавать водителям Специальные агитационные листы С цветными буквами По-современному назовем это мотивация Где было написано Что если водитель будет совершать побольше рейсов Он людей в Ленинграде накормит И таким образом станет для них героем Некоторые идут на такой отчаянный шаг По два, по три рейса Беспрерывно совершают Это больше суток за рулем выходит Естественно Когда человек находится на определенном пайке Он недоедает Шанс заснуть В дороге он велик Чтобы не засыпать Что придумали водители В правом верхнем углу лежит котелок А он набит различными металлическими предметами Вот такой котелочек Водитель подвешивает в кабину автомобиля Машина едет, котелок звенит Служит своеобразным будильником Который издает не совсем приятный звук Сама по себе дорога жизни была продуманной трассой И указатели стояли И диспетчерские службы Пункт по обогреву Ремонтная служба Медицинский пункт Проработала в первую блокадную зиму И во вторую После первой блокадной зимы К весне 1942 года Полноценно в Ленинграде Удается собрать запас продовольствия На три месяца вперед Значит постепенно норму выдачи хлеба Можно будет увеличивать И люди начнут прочие продукты По карточкам получать Самый минимум Полноценно к весне 1942 года Нужно пережить декабрь 1941 года И январь-февраль 1942 года Самую первую голодную, холодную, страшную зиму Мы в нее с вами спускаемся Начинаем с булочной Мы с вами оказываемся в воссозданной блокадной булочной На дворе декабрь 1941 года Об этом свидетельствует норма выдачи хлеба Которую мы с вами видим на стене Люди получают самый минимум 125 грамм было положено детям, пожилым, людям, служащим А 250 грамм получал рабочий оборонного предприятия Если бы это была все-таки настоящая булочная, невоссозданная Мы бы уже взоверзли Здесь было бы очень холодно А свет бы шел только от керосиновой лампы Которая стоит в нашей витрине Также обращаю ваше внимание на окно Оно здесь у нас завито фанерой Ну или как тогда называли запанерить окно В целях безопасности Чтобы, если вдруг что-то с неба падает Самым простым языком у нас стекла не вылетают В целях безопасности Снаружи такие окошки, как правило, обкладывали мешками с песком Усиливали вот эту меру безопасности Также свет не должен был проникать на улицу Приказ о светомаскировке вышел Опять же, дабы, дезориентировать ваше сквозь Мы с вами стоим на месте продавца Во время блокады продавцов было бы максимум двое Что видит перед собой продавец? Продавец видит перед собой два голодных детских глаза Мы с вами не будем разбираться, кто это, мальчик или девочка Голодный ребенок пришел за хлебом Наш юный покупатель протягивает нам карточку Она лежит на разделочной доске Продавец вырезает нужный квадратик Клеивает в тетрадку Велся специальный учет, чтобы всем хлеба хватило И большим ножом, который рядышком лежит на той же разделочной доске Отрезает нужный кусочек хлеба Но продавцу же надо как-то понять, сколько хлеба нам Вроде бы все очевидно Если перед нами стоит ребенок, значит ему положим 125 кг Но не все так просто На карточке в правом верхнем углу вы можете видеть букву И Есть предположение Ребен Детская карточка отмечалась буквкой Д Итак, у нас на весах с вами лежит увеличенный полег, а именно 250 грамм хлеба Если мы первый кусочек вспомним, с этим сравним, то этот побольше Но все равно блокадный хлеб ничего общего с настоящим хлебом не имел Состоял он из всевозможных примесей Ржаная мука, солод, соя, жмых, пищевая целлюлоза, отруби, овес В самое голодное время на некоторых хлебзаводах стали скрывать полы и муку собирать, которая в щели до блокады падала Такая мука с пылью, ее никто не просеивал Воды добавляли побольше, чтобы хлеб казался потяжелее Такой хлеб ленинградцы сравнивали с сырым куском глины Есть его было невыносимо Он был вязким, безвкусным А чтобы хоть как-то сделать его пригодным для пищи Дома, как правило, его делили на маленькие части и сушили Одним таким хлебом сыт не будешь, и в ход шли различные суррогаты Например, плитка столярного клея, обрезок сыромятного ремня Деликатесом считался гонок Это деталь от ткацкого станка Она служит в качестве ароматизатора А сделана она из спрессованной свиной кожи Голод стал доходить до такой степени, что домашние животные пропали с улиц города Потому что люди хотели жить и выживали, как могли Мы не можем их за это осуждать Ситуация начала более-менее стабилизироваться Когда заработала дорога жизни Пошла минимальная поставка продовольствия в город А затем наступает весна 1942 года В городе разрешают организовывать огороды В парках, садах и скверах, везде, где есть земля Сначала высаживали капусту и свеклу Потому что эти два овоща проще всего вырастить в суровом ленинградском климате Плюс они только хранятся, значит, можно сделать запас Позже стали завозить лук и чеснок Из самых популярных огородов, где они располагались Напротив Исаакиевского собора На Марсовом поле, в Летнем саду Напротив Казанского собора Напротив нашего музея, где сегодня детская площадка, располагался огород А еще при Эрмитаже был свой личный огород Если мы с вами попадаем в Эрмитаж Заходим в павильон, где часы павлин красивые стоят Там висячие сады Вот в этих висячих садах располагался огород Итак, это то, что касается голода В быту условия были не из лучших Мы сейчас будем в самой узкой части коридора Нам придется потеснить А чем обогревали такое помещение? Печка-буржуйка стоит в углу буфета На ней кипятится чайник Топить, правда, такую печку приходится постоянно Стеночки у нее тонкие Быстро нагревается, быстро остывает В топку идет все Начинают из соседних комнат разбирать полы Мебель, сдирать обои Кто-то начал жечь книги Из завалов после авианалетов Приносили люди деревянные обломки А печка стоит рядом с окном Опять же, на окне черная плотная ткань Такая же ситуация, как и в булочной У нас свет на улицу Не проникает Приказ о светомаскировке А самый популярный предмет зимнего быта Вот он стоит под столом санки На них можно перевезти все, что угодно Вещи слабого человека или мертвого до кладбища А еще можно воды привезти в бидоне или в кувшине Эти две маленьких емкости у нас на лавочке стоят Почему не ведро? Ведро, оно тяжелое Плюс оно может быстро расплескаться Да, человек все-таки слабый Да и сходить за водой не так-то просто на самом деле Спуски к невеле или к фонтанке Они не были оборудованы Там была постоянная наледь Из-за того, что многие падали и воду разливали В каждом доме находился круглый радиоприемник Он у нас стоит на столе А из радиоприемников люди слышали звук метронома Старый метроном стоит на этажерке В этой комнате посовременнее Метроном у меня в руках Спокойный ход метронома обозначал, что радиоточка работает исправно Без каких-либо помех И самое главное, нет авианалета Некоторые говорят, что так часы стучат А кто-то сравнивает с биением человеческого сердца Но как только Стрелочка учащала свой ход Идет авианалет Нужно убежать в бомбоубежище как можно быстрее Как правило, одним авианалетом фашисты не обходились Плюс авианалеты не длились Пять минут они были очень продолжительными и массивными В условиях голода, холода и тьмы Обычно три слова используют, чтобы описать быт блокадного жителя Люди находят в себе последние силы Они работают Заводы продолжают функционировать, потому что фронту надо помогать Во время блокады на заводах Что можно было изготовить? Снаряды различного калибра стоят у стены Реактивные снаряды для Катюши в углу стоят Пониже лежат авиационные бомбы Автомат И даже целый пулемет можно было изготовить Пулемет Максим или Максим блокадник И этот пулемет отличается от оригинала Оригинал вот он стоит, пониже Но это не значит, что это не настоящий пулемет Нет, вполне себе боевой Дело в том, что металл требовался любой для того, чтобы изготавливать оружие И этот пулемет частично сделан из остатков водонапорной трубы Нашли кусок металла, из последних сил доставили на завод Сделали оружие, помогли фронту А кто все это в большинстве своем делает? Категория первая – женщины Мужчины на фронте, они защищают родину Категория вторая – подростки с 15 лет Но некоторые на хитрость шли, возраст себе приписывали, потому что помочь хотели А совсем маленьких, например, были такие случаи Мамы с собой могли взять на работу Потому что опасно ребенка одного было оставлять Была еще третья категория – пожилые люди Если находились силы А силы находились по той простой причине, что Если человек шел работать на завод, он становился рабочим У него автоматически менялась карточка Все, я буду получать увеличенный паек Да, у меня будет увеличенный паек Только условия труда у меня будут далеко не из лучших Рабочая смена – 12 часов, помещение не отапливается А некоторые остаются жить на работе Трамвай не ходит в первую блокадную зиму А идти пешком зимой, когда ты голодный А на тебе вся верхняя одежда, которая кажется, что на тебе затяжесть мира Это опасно Можно упасть и не встать Это самое простое Упал человек силы, да? Потерял Все, помогать ему никто не будет Можно попасть под авианалет или авторослим В тяжелых условиях не только заводы работали Учреждения культуры также продолжали функционировать Например, из Эрмитажа ценное все вывезли, да Но там продолжают читать лекции, защищать научные статьи Работники ведут свою научную работу При Эрмитаже был огород, как мы выяснили А еще при Эрмитаже был, например, госпиталь для сотрудников музейных, которые дистрофией болели Театр музыкальной комедии работал от начала до конца блокады, ни разу не отменив ни одного спектакля Кинотеатр функционировал Актеры на линию фронта выезжали А также в Ленинграде работает филармония Люди слушают классическую музыку И в Большом зале филармонии 9 августа 1942 года происходит очень значимое событие для города А именно исполнение седьмой ленинградской симфонии Шостаковича На стене мы с вами видим афишу И рядом с афишей две фотографии Первая фотография композитора Дмитрий Дмитриевич посвятил седьмую симфонию своему родному городу Писать он ее начал во время блокады Добавлю также, что Дмитрий Дмитриевич успел побыть в рядах бойцов Он ПВО, помогал бомбой тушить и сбрасывать с крыш Его эвакуировали в Куйбышев Где он дописал симфонию, а затем прислал партитуру в блокированный город А саму симфонию исполнил оркестр радиокомитета под руководством дирижера Карла Ильича Элясберга Соседний портрет Тяжелейшая была проделана работа Потому что большая часть оркестра Кто-то был на фронте, кто-то погиб в самые первые дни блокады Большая часть оркестра были военные Сложная предстояла работа Карла Ильича Не только в плане сбора музыкантов Дело в том, что Карл Ильич болел дистрофией У него организм был в крайне тяжелом состоянии Его на репетиции буквально на саночках возили А он был очень сильным человеком и ни разу не сдался Не только нашел в себе силы собрать оркестр, репетировать с ним В день исполнения симфонии он в парадном фраке на сцену выходит И симфония в Ленинграде звучит А транслирует ее в каждый уголок Советского Союза Чтобы не сломленный город слышали везде А самое главное, что эхо из громкоговорителей Слышали фашисты, которые стояли на линии фронта И некоторые из них уже после блокады Вспоминали, что когда услышали седьмую симфонию Поняли, не зайдут они в Ленинград Это что же там за люди такие живут Которые в нечеловеческих условиях Находят в себе силы исполнять такую красивую, великую И очень сложную музыку Также продолжают нести свой боевой пост учителя Карантин никто не объявлял Школы продолжают работать Но опять же, приходится приспособиться под блокадные условия Начало учебного года в 1941 году переносят на октябрь По той простой причине, что школы должны быть подготовлены При школе обязательно должно быть бомбоубежище в целях безопасности Подвалы стали оборудовать как учебные классы Но опять же, если места хватало Парту могли поставить, доску повесить У нас даже полка здесь прибита с игрушками и книжками И также обращаю ваше внимание на обязательное наличие радиоприемника сверху Ну, чтобы быть в курсе того, что происходит на улице Правда, в самое голодное и страшное время В классе примерно 5-7 человек Количество уроков сократили до 3 Уроки длятся 15 минут Идут в устной форме А все по той простой причине, что и у учеников, и учителей Не хватает сил, чтобы что-то элементарно записывать Но на самом деле тот, кто учился из ребят, да Имел преимущество, и я сейчас не о знаниях говорю Детей кормят Им выдавали дополнительный паек в виде двух маленьких порций супа Сначала этот суп варили на основе дрожжей И в шутку называли дрожжевая болтушка А позже его стали делать из овощей Самое главное то, что этот суп не по карточке выдавался Иными словами, хожу в школу, покормят А вот не хожу в школу, не покормят Хитрый ход Берут и стимулируют других детей, чтобы ходили и учились Но минус у такого паека тоже был Дело в том, что этот паек Ребята должны были исключительно в школе съесть Не разрешали его брать домой Летом не возникало мысли посидеть, отдохнуть Надо взрослым помочь На заводе, в госпитале, на огороде А можно МПВО помочь? Бомбы тушить или сбрасывать? Вот они Два бойца МПВО первыми покидают наше бомбоубежище А выходят первыми, чтобы проверить Все ли наверху в порядке, есть ли раненые Помимо того, что девушки бомбы тушили Они оказывали первую медпомощь Стены стоят носилки На верхней полке аптечка полноценная стоит Тушили пожары, ходили по пустым квартирам И проверяли наличие детей, которые без родителей остались Чтобы им затем таких деток передать в детский дом Забегу вперед и скажу, что после снятия блокады Участвовали в восстановлении города, в пригородах, в строительстве Принимали участие Также бойцам МПВО в феврале 1942 года Пришлось восстанавливать трамвайные пути Было принято такое решение, что общественный транспорт городу нужен Первый трамвай пойдет, грузовой, 8 марта 1942 года А почему же грузовой? Дело в том, что первый, надо расчистить пути Во-вторых, начинаются субботники Город очищают после первой блокадной зимы от грязи и трупов Благодаря своевременной зачистке не было ни одной эпидемии во время блокады Пассажирский трамвай пойдет 15 апреля 1942 года Не только ленинградцы могут пользоваться трамваем Дело в том, что солдаты тоже его используют Бойца трамвай почти до линии фронта может довезти, а раненого наоборот забрать И довезти до господина А прорвать блокадное кольцо успешно удалось только с пятой попытки 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» После прорыва блокадного кольца за рекордные 17 дней от станции Поляна до Шлиссельбурга Строят железную дорогу Называют ее Дорогой Победы Запускают по ней поезд, который в город везет продовольствие Но из-за близости линии фронта Машинисты эту дорогу назвали коридором смерти Линия фронта в 3 километрах примерно проходила от этой дороги А ровно через год, 27 января 1944 года блокаду снимут окончательно И руководство страны сделает исключение только Ленинграду Здесь дадут праздничный салют Больше Москва никому таких исключений не делала Только она могла кому-то победно салютовать А в 1965 году, на 20-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне В Ленинграду присвоит гордое и почетное звание Город-герой На этом мы заканчиваем нашу с вами обзорную экскурсию Благодарю вас за внимание, спасибо, что пришли Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...